Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ФФА сериала За Россию Фидмейр Сивилизайшн 6 Райзен Фолл. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу или есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным, приятного продолжения просмотра. Что там происходит? Он меня скаута убил. Который был на моем караване. Ну я же его не грабил. Я просто шел и следовал. Ну, Курдизас, серьезно. Сейчас иди, убившись. Я же нормально поступаю. Караван, хоть мы в войне. Причем ты не мне войну объявлял. Ладно. Так, давайте. Литье откроем. Блин, вот тут я... Слишком... Блин. Ты, походу, не уничтожен никого рыцаря. Кирс, ну чё за дичь. Он реально взял у него коляска. Никому не мешает. Я могу мыслу деньги в качестве компенсации за ваших разведных колясок. Ну давай, высылай, высылай. Соточку. Скаут при покупке стоит шестьдесят золотых. Ну правильно. Сказали, моральный ущерб, я могу еще сорок. Дело не в том, что он стоит, а в том, что он прокаченный был. Ну, сотню накинул. Сотню накинул. Дело не в том, что он... Сотни. 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 Соточку. Сотни. 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 Я за коляску. Нет, Ван Тон слишком слабый, Ван Тон ничего не получит. Опа! Ван Тон пришел время для твоих уникальных юнитов. Они не очень хороши. Из них нельзя опнуться. Да, но, блин, они сильные сами. Сами по себе они нормальные. Ну, в циве решают не абсолютно не силы лимитов, а в том числе и добра сколько их удобно строить. В фантоме правильно понимаю, что ты вряд ли ко мне будешь караваны посылать, у тебя все будет бегать к Египту. Ну, блин, туда жирные, да. По сколько? По 20 уже или больше? По 12. 12. 4, 4, 12. Меня устраивает. Много всадников уже. раз два три 4 5 7 8 9 10 7 ходов боюсь я золотой век не выйду блин чудо чудеса какие-то строить это здорово я шо из-за ученого взял ляпнул не глядя универ библиотекой плюс 2 науки отличный ученый только надо где-то теперь кампус построить а именно в ярославле нас там будет куралесить давайте наймем строителя тут еще раз придет здесь камень вырубать уже начались мушкеты два хода великий художник у меня не скоро там совершенно случайно не скоро может чудо какое а на 14 ходов долго и витус всех городов мало зачем пока у нас дружба то есть он на меня не может напасть тупой 10 нападет я могу конечно потерять много юнитов я не могу построить спойлер наверное строители сделают все таки как-то ярославль неплохо растет хотя должен расти им ну придется потратить без карточки дальше идем в военную науку амбар завершен воронеже ну еще всадников не знаю торговца а театральную площадь нет можно почему не могу его ставить фантома ты видишь мой город думьят у тебя там как раз рядом ходит воин ну вроде вижу да видишь где перимиды построил да а вот на клетку над ними не знаешь почему я не могу поставить а театральная площадь знаю это пойму пойму нельзя ставить ну брутируют все кроме я не знаю я думал сейчас тут поставлю отличную театральную площадь буду купаться в культуре не судьба то что я без генерала вот это неправильно с моей стороны может мне военный лагерь поставить а где тут рядом с районами вот здесь могу рядом с коммерческим этим тут правительственная площадь тут не надо тут можно какие-то хорошие районы военный лагерь у меня пингала прокачан на сто процентов грантов я проведу здесь проект на генерала а как насчет союза раб зачем военный хочешь или что военные у меня есть у меня просто к тебе и поляку как раз караваны набегают я хочу к тебе тоже посылать какой ты хочешь у меня есть экономический можно экономический можно экономический можно экономический не у меня я имею ввиду он занят единственный все остальные тогда научный ну давай предложи еще раз а то я закрыл плутовое предложение ну давай начали дружбу кину ты можешь глянуть если есть время чего у тебя нет из ресурсов потому что не знаю твои сделки перс там предложение даже так я не знаю если у тебя просто оливки если нет я бы тебе их предложил все эти шкатки есть ты же ты же со мной торгуешь как раз шоколадками ну да еще что не получилось проверим в этих в предложениях поглянишь ликсе есть у тебя оливки пожалуйста так или тус я с тобой шоколадками так уже торгую оливки оливок у меня нету значит будут у меня перехода до военной науки прости хорошо языки у поляк может вполне на меня напасть генерала подвел давайте мы тут проект проведем довольно быстро могу получить полководца вопрос только средневековье возрождение это те юниты которые мне надо промышленная эра поляк что у меня моя просто не выживает это не тот генерал я в этом городе она не она у всех снижается потому что да может не брать его пока не делает тут проекты при этом никто толком не разносит наш мы союзнем среди или нет ты хочешь на меня напасть что ли я хочу чтоб ты на меня и нападал не могу ничего обещать ладно сделаем другом ты примешь предложение дружбы или подождите на этими походить пожалуйста все предложения какие-то бросают нет нет норвежец я не буду принимать дружбу забросали поставить все да блин один не может посмотреть торгует он со мной почему я должен зарядить инвектус это а не ты расскажи ты не знаешь торгуешь или нет говоришь да это еще так же смотрю в докладах как и ты то есть просто трачу время на это ну отойди блять начинается вот это блин а где тут у нас скидки есть разница какой первый юнит у меня спустится на воду чтобы получить очки то есть квадриема или галера что мы у них и ты абсолютно прав абсолютно прав абсолютно прав ну правильно норвежец абсолютно верно делал все абсолютно правильно теперь главное денег бы на кавалерию сохранить блин отойти вообще невозможно никуда на счет давай я правда не знаю как прогружается считай раз два три раз два три фантом убери своего скаута у новгорода там как-то мощная заруба мне надо то есть что скидку ходить ой топ стоп происходит корды зас сделку прими пожалуйста просто что там с генералом забрали его нет еще ты куда он выше ярославль перед руси да блин кто-нибудь будет помогать норвежцы вообще-то норвежец на меня нападает никого это не смущает вас может кто будет помогать норвежец мостом 1000 мужчина 1100 уберил воина раб все литры нужно нужны деньги а мне денег никто не даст тут дали норвежцу и деньги дрова корр и что перс потому что норвежцу положение тяжелый нужно помочь очень прийти кур придите куча армии далеко я не успею слишком долго и внезапную море море кстати да плюс 2 у перса действует на готов норвежец раз-два-три это было быстро ой блин ну что она так двигается дебильно так все пора апаться как убери селитры войны да все хорошо так что там с генералом давайте смотреть 81 не только бонус поддержки здесь окей так отступим фигасе как он так атакует а у него генерал 3 клетки дает ну перемещение на 3 хода дает куртка ставишь это озеро ставишь мне петки адрес оливову хорош нужно тебя забрать зачем эти не нужны мне нужны мы чтобы друзья очень пачки гурт поставил может я туда тоже поставить 15 городов куда тебе еще корм ну дым и через слово пищу направо вот где мой конь фигасе конечно норвежец заберли нежадинчи юнитов наделал вот что трындец пирс от реликвии не продаешь нет а вот почему у меня деньги просели куплю дорого но у меня культуры вообще нет так хоть что то идет чем они дают культуру да она дает веру и туризм 4 веры 8 туризм готов 1 2 3 как ты считаешь знаешь так удрученно я смотрю там казаки уже катятся я такой за 500 золотых куплей ваши реликвии это щедро ну тяжело получите у меня то есть на них бонус это просто 4 веры но чуть попозже сейчас пока нет я просто за веру покупаю ну я понимаю фух кажется первый натиск выдержали блин не умер не умер не умер бонусы бонусы соседства скидку на улучшение юнитов так тут все а вот дополнительная наука и дополнительное золото надо ставить полен давайте вот так ну и пока так потому что мне пока еда и производство не так важны как деньги что там генералами появились уже промышленной эры и а следующим ходом там как раз на вековье возрождение перса забери генерала пожалуйста собрал да почему показывает что нет перс полководец генерал ты мне то не о том я нажимал у него я нажимаю а все 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 уже показывает забрал опа идеальный идеальный полководец для до поля строй строй быстро читай проекты поля поле прилипи потом оттой последний шанс давай пути лица эх упала наука ты вот мой генерал для промышленного норвежец я готов раз два три а что один проект и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, блин, выжил. Нет, норвежец молодец вообще без дураков. Очень вот так и надо против России играть, как он сейчас делает. Египет. Да. Ничего не надумал. Ну, давай сейчас немножко позднее. Я же говорю, я за них покупаю. Ну, по идее... А, ты это же самое верование взял. С золотой вышел? Нет, я неверование взял. Сузерен валет. Ааа. Ну там действительно не включил. Просто эти уже ходили. Ты слышишь, ты считаешь, что стремали какие-то фантомные данные. Постоянно. Постоянно семь ходов. Ну, сейчас я в темный упал. Ты... Ну все, минус год. Так, берем-берем реформу денежного обращения. Там уже сидит губернатор, не переживай. Чаще население подрастет в столице. Все будет шикарно. Ты это... Союзик не хочешь заканчать? У нас же... Мы вроде обсуждали. Ну, ты смотри какой-нибудь из ступен. Устраивает тебя такое? Военный. Слушай, это ли военный вообще легко прозвучит для нас двое? Что, заглючим? Куда же мы пойдем? Ну, и если на нас пойдут, понимаешь? Ну, я думаю, ты там тоже по рукам и ногам связан с союзами. Ну, не сильно. Ну, хотя, может, и сеанс. Ну, как бы, понимаешь, что бизнес, он, конечно, неприятный, но... В зависит от ситуации. Ну, неприятно, если у тебя такая ситуация, у которой на тебя могут напасть. Есть смысл кому-то? Было 90, 134, 40 очков я просто получаю за это-то еще, давайте. Вмечение в военном отрехода. Блин, а сколько я вообще очков? Ну, а нет. Блядь, мы же союзники, это грубо. Что, что, что? А-а-а! Ой, ё-моё! Я включил самой союз его войну? А-а-а-а! Это культура не схват. Слушай, я уже сейчас не считал, потому... Ну, типа... Ну, тут все понятно. Да, да, да. Так, прошу прощения, просто... Ну, я, в принципе, подождал, не знаю, секунду... 5. Я, собственно, тоже, прошу прощения, совсем забыл про культурный захват, дурацкий. Там же, блин, не было ничего. Или что-то было? Нет, ферма. Смещайшая ферма для пантома. Ну, у меня там... А, ну, одна ферма. Ресурсов нет, ни стратегических, ни люксов, ни бонусов. Районы бы не захватились, чудеса тоже, если достроены. Алексей, союз продлеваем? Да. Если я снизу захвачу Махенджадара и Осла, ты не против? Я не против, но, может, ты Махенджадара освободишь? Как тебе такое предложение? Ну, сейчас посмотрим, сейчас я до него дойду. Конечно, такая игра, в религиозную победу особо не поиграешь. Нет, тут вообще никогда. Когда 4 вверх. А ты собирался в религиозную победу? Ну, я думал, вдруг, там, будет в Азии. Потом я понял, что будет Польша. Я просто даже не думал, что Голландия будет делать еще свои взятия. Ну, и есть, как бы, русский. Ну, короче. До начала... До того, как нации и люди, еще была надежда. Ну, куда-то отваливается. Жесть. А, я тебя еще, наверное, душил за того, что я веру у себя распространил здесь. Нет, если в городе большинство, и это не твоя религия, то это минус 3. Если твоя, то это плюс 3. Если не того, не сего, или у тебя нет религии, то это надо. Специфический механизм. Ну, у меня столько холмов, и я просто не могу пока даже фермы на них ставить. И у меня просто они растут нормально, и некоторые города. Стой, и крован. Я вот, поздно, депутатическую строчку открываю. Решил на время от них отказаться. Может, ты зря. Ну, ты раз такой, что у меня гордо отваливается. Жесть. Норвежец, ты считай. Спасел. Ну, может, ты хочешь этого мушкетера спасти? Он погибнет, смертный храпор. Ладно. Не настаиваю. Ну, какие-то карточки ставят не знаю. Ловность. 4 хода. Не, ну, распространял. Угибер 2 хода. Слушай, Гиби, ты мне предлагал продлить? А, предлагал я просто не успел. Нам с тобой надо будет продлить инвеку. Ииии, Жоржа разграбил храм в Новгороде. Надо сообщить, он не это, чувство верующих не... Не любит чувство верующих. А, Египт, скажи, куда ты кавалерию ведешь? Эмвиктус тут похожа к себе сюрприз идет. В виде... ...Египта. Нет, это одна кавалерия. Не, кава его у меня там догадает пока. Нет, смотри, тут, значит, норвежство разносит. Тут кавалерий, да, шанс, ты разведаешься. Ну, просто... ...тут рядом стоит твой разведчик, и ты ставишь города под меня, я беспокоюсь. К нам кто-то зашел, кстати. Оверспец какой-то. Да. Гость. Ну, зачем ты зашел? Посмотреть, что тут происходит. Понятно. Так, посмотрел? Нет. Ну, сейчас один момент. Жесть, когда-то, 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 что же свои ограничения имеют? Либо на распространении. Какой домик построить? Набили мы тут на генерала в итоге. Часовни великого матьистра. Это типа... А, что дальше строить? Альгамбрусной площади. А, нет, ну я его уже не построил. Ну, вот. Ну, вообще... Не знаю, это же можно. Махал. Я, в целом, для этого араба и взял. Я хочу больше поразбираться, как свои виги и люди играют. Потому что это... Друзья построим, в конце концов? Красавь себе. Блин, а я вот думал, может, пора его строить. Элья. Я смотрю, четыре хода. Чего никто не строит? У меня просто гранат. Мне не нужно было строить... Вообще, я супер-религия. Мне не нужно было строить штуку для этого. Почему он этого... Блин, а тут что, холмы, что ли? Блин. А, жопа. Этот Нидорос... Хрен обстреляешь, значит. Хрен обстреляешь. Египет решил не освобождать Махенджедару. Ещё думаю... Это же культура. Чё там, крутые районы, что ли? Ура, я нашёл Стокгольм. Нет, там районов вообще, кроме военного нет. А, нет, ещё коммерческие есть. Пойдём-ка мы в индустриализацию. А, Махенджедару, Диснея, да, культурная гагархия, которая была. Так, может, Магнуса пересаживать уже... У меня просто опять же... В Ярославль, например. Ярославль ещё снесли, да? А, блин, это я не видел. То есть, Ярославль, Махенджедару, ну, в 10. Ну, ещё где-то 2 должно быть, по идее. Стокгольм... Стокгольм я уже нашёл. А чё ты не нашёл? Ну, если есть третья научная, то её. И если есть... Если есть четвёртая золотая, то её. Её тоже нет. Кроме Гонконанга ещё есть промышленные? Нет. Ты Кабулу нашёл? Кабулу не нашёл, и я понял. И под Польшей там ещё есть валет-то. Четыре военных. Вармонгерская, короче, карта. Ну, какой-то ступень. Я вот просто на Махенджедара смотрю и думаю, от него плюсы, кроме Полифу, и тебе, Алексей, кому-то будут. Так ты же будешь его сюзереном, у тебя сразу же куча. У меня вообще нету послов туда отправлять. Нет, дело не в послах, а у вас же плюсы или... А, хотя у тебя научные... О, не научные, как-то религиозные все районы. У меня сильные пользы культуры никаких нет. Культурных районов мало. Можно же посмотреть по этим. Пописать. Не знаю. Кот наплакал. Берген ты забираешь? Да, и все остальные города я забираю. Окей. Даже не думай туда. Не, я бы, честно говоря, такой Берген сжёг, просто он пустой. Там всего семь жителей. Всего. У меня тут в столице только 10 недавно появилось. Ты так говоришь. Ну, на удивление в столице у меня тоже 11. У меня там, я говорю, у меня там просто горы и не думаю, у меня тут негде термо строить. Ах, это грустно даже от этого не было. Нет. 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 Фух. Да, да. Да. Вот ты чего фантом не говорит задуматься. Да. А что происходит? Фантом объявил войну инвиктусу. Да. Опять инвиктусе пилят. С какой стороны нападает он? На столицу. Ну, кстати. Не, ну, у вас в границе. Ну, чё там 200 мощи? Чё он халявит? Я, в принципе, готов не запиливать тебя смертельно, откусить амстрадам с гарлемом. Инвиктус, соглашайся на какие-нибудь условия, отдай ему хоть что-нибудь. В смысле, а что у него останется, если он обстрелами гарлема даст? Четыре города? Он просто отваливается. Ну, есть ещё вот этот архем легендарный. Инвиктус, а что у тебя там? Деньги тебе как-то помогают или у тебя всё плохо? Ну, я думаю, возвращать не надо мне больше денег. Можно передать войска? Передавать войска другому? Нет, не можешь. Передавать даже технически невозможно. Разве это возможно? Это было бы запрещено. В пятёрке разрешено. Это можно вообще делать в шестёрке? Технически нельзя. Я понял. Ну, оно бы и не помогло. Тут эти два города и так выбираются в любом случае. Даже совсем там падёт на себя. Те не будут, конечно. Норвежец? Норвежец. Норвежец. Что же ничего не делать? Просто сидишь и всё, да? Что там? Твоего одного казачка почти подстрелил? Инвиктус, соглашайся на любые условия, там, отдай пару в городов и не ходил. Не-не-не. Я буду начать его убивать. А, то есть плохо. Понятно. Вопрос в таком случае, может быть, я тебя тоже тут попилил в сабель. Если ты хочешь спать. Ну, щас кончишься и спили. Ну, чё, думаешь даже, что кирсу больше достанется? Я просто смотрю, сейчас, наверное, полностью распили тогда в этом случае. Мне полностью тяжело будет его удержать. Играта тебе могу тысячу золото подкинуть из штук. Ну, и что за вливание? Ну, давай, накуплю видов. Ну, ничего будет. Тебе всё на прям на следующий ход появится. Ну, давай. Нет. Нас учёб. Мащенье нужно. честно настроить их и пикинеров если там сильно убрёт внешний полезен я думаю кому ты строишь эти войска думал мне ну я понял ты же нашёлся или другую цель не смотрите-ка везде стены как хорошо почему меня к тебе попадятся деньги столько раз получаю я от игрована сколько я от инвиктуса что-то за магия у меня с ним как бы экономический союз с тобой нет я покупаю тебе тоже могут денежку дать твоя главная задача сконцентрируйте где-то в одном месте то есть не пытаться воевать там где-то единичками а покупать у себя во фронте чтобы же получить флаг боевой мощи понимаешь не выкупай их прямо там на фронте чтобы они там где-то погибли под этим городом то есть я могу тысячи перезглад их дать что за ну естественно когда наш мир закончится я помогу войсками отбить все что было захвачено и даже больше спасибо этим племя им ничего не сломать чего не у меня листья подняться предлагаю сейчас подумать хорошенько и отступить шел грабить мне караваны что сконцентрироваться на том кто например на алексея воевать его казаками идти посмотри можем по-другому можем сейчас тебя просто взять и пользу 2000 голды отдать например такое приложение как тебя что за щедрость не трогаешь его не я вот этого вообще не понимаю честно какой-то особый статус ну просто я вижу то что клин виктор сможет в будущем прописать алексея по камерам по науке точно не отстанет и сможет что-то ему сделать а ты сейчас этой войной скорее всего прежде себя славишь алексей поэтому я предлагаю если же ему помогать не будете его просто переварю съел конкурсами и тоже что-то смогу противопоставить алексею вот и у меня пикинер у тебя же цели ну давай попробуем сейчас мне будут уже корпуса пикинеров внутри позиции всего разграбишь ты мир ослабишь меня и знаешь ты испортишь отношения нельзя с одном больше использовать но пока еще не испортишь пока еще нельзя ты же вышел уже возрождение давайте уточним этот момент по правилам это выходит конкретно да ты вышел возрождение все у тебя уже новую и убираю бомбарда давай давай милиция давай милиция ты погадал на мути скинем этого беда скинуть денег и будет счастье я ничего не сделал ну давайте окей я согласен на две тысячи ну я дам вам 500 я дам вам 500 давайте ему еще повторить тысячи дам ты сейчас через два хода вот лишь ты еще я тебе дам 500 сейчас ну окей я могу докинуть 500 никаких проблем приятное предложение это как-то не очень хорошо звучит потому что потом тоже самое наверно будет со мной я конечно сейчас начну строить только юнит нет подозрения такое что я не буду делать бабки пытаться заработать ты че за бред у тебя там нормально вроде с мощью было да что это больше не репли армию построить чтобы больше такого с тобой не произошло когда за кого не было и вот опять да вот откроем направо на чем-то начали улега это была разведка разведка грабежом позже сколько там норвежец великих людей накопил в столице плотоводец генерал инженер там еще один инженер слева наблюдает за падением близкого города ну реально очень плохо культура сейчас просто наш количество моих мастерских лучше чем я зря тут устроил блин надо было вырубать правительственная площадь да вижу вижу дать разберем магнус сядет будет вырубить это это дерево ну давайте наверно следовательские рангу на чужую чужую зеркать это будет еще бы разграбил алексей убери пожалуйста разведчика от об так ребята темы 2000 я взял на золото с золотом веке штуку а плюс 3 без расходов без расходов 32 это еще потому что у меня только сезерен не сезерен а любешка 3 посла еще больше если не 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 Продолжение следует... Все. Всем пока. Да, спасибо за игру. Очень классно, ты конечно там на меня напал. Это хороший ход был. Равно на меня. Пришел только на пару хладов пажи. Ну, потому что я еще не открыл тогда казаков. Как бы было дожить до казаков и все. Это от Египет, я тебе там сделку предложил. Да. Балетто на Бергену нападает. Не желает никто продать. Даю 500. Ну, у меня нету. Ну, весь в Египте есть у перса. У перса уже нет. А куда дели? Есть у перса. КОНЕЦ КОНЕЦ Так, ну, Берген 1-2 хода, я думаю. Так, ждем тут один вход. Я вот думаю, этот лес вырубать или все-таки... Не, наверное, тут надо вырубить будет. Не, наверное, тут не будет. Я фан себя. Ниже. Ниже. Уже не могу. Молоки, сам все очень холодно поделил. 1200 у меня. Так, а что в итоге тебе фантом какую-то дань заплатили, да? Да. Огромную дань. Мы просто не хотим, чтобы Эмикто спал по ночам, и вот мы решили его удержать. Не заходи. Да он бы еще долго бы меня забирал, честно сказать. Какие деньги дали? Это был лучший вариант. Смотри, у меня пикинеры корпуса. Что они здесь делают? Смотри, во-первых, вы оба не терять, вы не ослабляетесь. Потом фантом получает деньги, так как ты же колексе, это выгодно вообще во всем, как ты считаешь. Ну, когда войска в мою сторону почему-то направил по-братски. В какую-то в сторону. Они отошли на границы свои. Они не успели никуда дальше еще пройти. У нас тут в свой союз еще один сходок. Тут вот рыцари, они уже тут не вращения актуальны. А ближайшие, что будут из рыцарей, это танки. Вик, иди в танки. Танки, артиллерию. Пойду, конечно. Хотя я пикинеры настроил, у меня лучики на... ПТ-команду. В принципе, ПТ-команду, артиллерии. Танки танки, танки. И сделать все под танки. Блин. ПТ-команду защитная, да... Нам нужно наоборот. Где? Третье апостол и все без мартира. нет ты можешь убиваться от них спокойно так ну что пойти гранату захватил они силе ты убиваешься сам или тебя убили валетту захватить наверное потеряю города что-то хрень ну как думаешь если я валетту захвачу она будет отваливаться а по и плоско до два города пути 4 и моя столица ближе и причем она вроде краешками стоит ну проверим и 9 клеток два лет а зачем-то валету захватывать зачем она мне тут счет счет все насчет на мой союзник тоже ну что поделать я тебя просил махинджи дара освободить ты что же не внял ты махинджи дара захватила я валетту не могу захватить интересно махинджи дары захватывал по обоюдному согласию нет я не соглашался ты сказал снизу нападешь да и говорю только давай махинджи дара освободишь скал нет я подумаю это не согласие мышь не договорились по его поводу блин я не знаю берген не расставлю все таки так торгуется торгуется так так Здесь Барсик хороший город Его уже наверное не прикупить никому Какой? Зензибар Ну уже тебе столько довольствия дает просто жесть Можно оккупаться в довольствии Возьму валетту потом наверно гранату Можно в гранаде пожалуй есть Так вот уже можно лес вырубать Ярославлен Не могу сказать Я думаю кто знает тот знает Дали пророка Класс А слушай а я таким образом города Ну распространил свою религию на свои города Ну короче это хорошая тактика Это вообще офигенная тактика Ждите гости ближайшего мартира Блин они ведь при этом еще заряда не тратят То есть их можно использовать для укрепления Ну что наверно пойдем в авиацию Самолетики и защита Потом химия Чудо промышленной эпохи Блин Что у нас тут есть Но это явно не промышленные эпохи Ружская Толина надо построить обязательно что у нас с инженерами так мы следующим ходом можно будет район строить так что подождем рад предложение каравана отправляешь ты что не видишь что люди почему у меня спрашиваете я просто уже открыл окно я могу или принять и принимать потому не могу посмотреть три каравана бегает потому что почему-то тебя больше золота чем от поляка потому что через мои города наверное через торговые посты проходит наваримся за счет фантома но у вас не экономически на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока